братья сестры всех приветствую это утренний час воскресного дня мне хотелось в продолжении то что мы уже слышали слово прочитанное которое было этой истории сегодняшнего дня праздника которого мы вспоминаем прочитать несколько стихов из евангелия от луки 19 главы с 19 главы и давайте прочитаем с 35 стиха и ниже и привели его к иисусу и накинули одежды свои на осленка посадили на него иисуса и когда он ехал посылали одежды свои по дороге и когда он приблизился к спуску с горы или онская все множество учеников начала в радости вели глаз наславить бога за все чудеса какие видели они говоря благословен царь грядущего имя господня мир на небесах и слава вышних и некоторые фарисеи из среды народа сказали ему учитель запрети ученикам твоим но он сказал им в ответ сказываю вам что если они умолкнут то камни возопьют и когда приблизился городу то смотря на него заплакал о нем чем прекрасный этот день этот день величественный тем что царственный наследник духовного престола давидова приблизился к сердцу обетованной земли городу иерусалиму вспомните слова когда-то ученики говорили учитель посмотри какие камни какие стены какой храм какое золото покрыто они восхищались действительно это было сердце обетованной земли народа израильского мы видим ликующую толпу людей которые окружают христа едущего на сленки этим множеством были простые люди которые принимали христа принимали его как избавителя от всех томлений души и плоти они видели в нем обещанного богом царя действительно народ прохлавлял бога за дивное исполнение сказанного пророчества за долгие годы пророк захария говорил 9 глава 9 стих мы читаем ликую от радости черсиона торжествую дочь иерусалима все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий кроткий сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной вот это ясно исполнение пророчества которого они ожидали они видели в этом сыне божьем сыне человеческом они видели потомка давидова как хорошо мне так нравятся слова которые сказал марк в 11 главе евангелист марк пишет 11 глава 10 стих благословенно грядущее во имя господа царства отца нашего давида удивительные слова которые он говорит благословенно грядущее во имя господа царства отца нашего давида осанна вышних на эти ликующий народ в лице иисуса христа они ожидали избавления они да Они ожидали избавления от всех непорядков, они ожидали избавления от всех неурядиц, беспорядков и насилия, от угнетения римской властью, которая господствовала над ними. Они все это ожидали, и только в божественном послании они видели подлинное избавление. Только в нем. И вот здесь, когда мы читаем в Деянии апостолов, первую главу, шестой стих, уже после воскресения Иисуса Христа, когда они собрались вместе, и они опять задают этот вопрос Христу и говорят, посему, вот мы читаем шестой стих первой главы Деяния апостолов, посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Они ожидали царства, в котором будет мир, ожидали царства, в котором будет радость, будет благословение и покой. Вот что ожидал народ, который следовал за Христом, который ликовал, который говорил о санна вышних. Они прославляли Бога за этот дивный момент, который они имели, следуя за Христом. И знаете, вот этот предпасхальный вход, потому что впереди ожидалась Пасха, этот предпасхальный вход в Иерусалим, он был последним для Иисуса Христа. Христос входил торжественно под ликование народа израильского с почестями через золотые ворота, о которых Бог сказал через пророка Иезекииля, 44 глава, 2 стих, что Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Знаете, это пророчество исполнилось, оно исполнилось не сразу. Они прошли годы, прошли столетия, и пророчество исполнилось. В 1543 году с султаном Сулейманом ворота были восстановлены, были отреставрированы, но по какой-то неизвестной причине они были замурованы. Знаете, они сегодня таким вот немым свидетелем стоят. Их хорошо видно, когда спускаешься с Елеонской горы, в правой стороне это стена, видно арка, видны эти ворота, которые были восстановлены, но они замурованы. С внешней стороны этих ворот находится мусульманское кладбище. Мы видим эту толпу, которая ликует и видит в посланнике божественном своего будущего царя, который восстановит царство, который даст покой, который умиротворит народ, который уже устал в ожидании от насилия и угнетения. Мы прочитали 41 стих, 19 главы Евангелия от Луки. Он звучит так. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Плачущий Христос. Христос видел заблуждение народа израильского. Христос видел ликование их, но плакал. Что удивительно, мы видим эту толпу ликующую, но никто не замечает о том, что Христос на фоне всего этого ликования плачет. Мне бы хотелось посмотреть на некоторые моменты, почему, возможно, плакал Христос. Почему, смотря на Иерусалим, Христос плачет? Мы не так часто видим в Евангелии, в Слове Божьем, где Христос прослезился, где Христос, может, как-то воскорбел. Но здесь мы видим, он льет слезы. И я думаю, что есть причины к тому, чтобы плакать Христу. Первая причина – это духовное падение народа израильского. Христос знал причины многих бедствий, которые постигли избранный народ. Он знал, и прошли десятки и сотни лет, а отношение народа израильского к Богу не изменилось. Не изменилось отношение к Богу. И корень всех вот этих скорбей и переживаний, которые постигли народ – это было непослушание. Непослушание народа израильского по отношению к Богу. Еще за долгое время, до того, как они вошли в обетованную землю, Бог через Моисея говорил народу. Во Второзаконии мы читаем, 28 глава Второзакония, 15 стих. Он говорит такие слова. «Если же не будете слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнить все заповеди Его, постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, и постигнет тебе бедствие и прочее». Мы читаем в этой главе вначале о благословении, которые будут, если вы будете слушать глаза на Его. «Но придут на вас проклятия, все сии и бедствия, если вы не будете слушать голоса Моего». Если вы хотите посмотреть и почитать, какие проклятия и бедствия придут, тогда, когда непослушание идет Богу и неисполнение Слова Его, прочитайте до конца эту главу, 28 главу Второзакония. Вот она причина, одна из причин, это духовное падение народа израильского, непослушание. Вторая, может быть, причина – это ожесточение народа израильского. Ожесточение. Когда-то пророк Иеремия в 6 главе, читаем, записал такие слова, 16 стих. 6 глава, 16 стих. «И так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Куда еще проще? Остановись, посмотри назад, расспроси, где путь добрый, и иди по нему, и найдете покой душам вашим». Но, что удивительно, мы читаем слова, которые Бог говорит, но они сказали – не пойдем. Ожесточением народа израильского мы не пойдем. Мы не хотим оглядываться назад, мы не хотим смотреть назад. Мы просто не пойдем таким путем, каким ты говоришь. Бог прилагал много усилий для того, чтобы вразумить беспечность народа, но они не желали слушать Его. И мы читаем, что вот в Евангелии Матфея, 23 глава, 37 стих, когда Господь приблизился к Иерусалиму, Он говорит вот эти слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Сколько пророков было послано к вам? Вы брали, садили их в яму, в жижу грязную, вы кормили их скудно, давали им хлеб и воду, вы издевались над пророком, вы не слушали его. И он говорит, прошли годы, столько времени, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов собирает, но вы не захотели. Вы сказали, мы не пойдем этим путем. Это одна из причин ожесточения народа, ожесточения сердца, которое не принимает сказанных слов Богом. Еще одна из причин, третья причина, это духовная слепота народа. Знаете, гордость, она всему причина. Гордость сынов Израилевых, сынов народа Божьего, она ослепила их умы и сердца. Ослепила. Гордость, она увлекла их в пучину погибели, в которой они оказались. Гордость закрыла уста от покаяния, чтобы раскаяться пред Богом и осознать свою неправоту, непослушание, свою жестокость. Они не могли видеть путей Господних, потому что гордость ослепила глаза им. И Господь смотрел, Господь смотрел на народ, смотрел на Иерусалим, смотрел на что происходит там, и Он плакал. И мы читаем эти слова, 19 глава, это Луки Евангелия, 42 стих. «Ой, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Господь говорит, хотя в этот час, хоть в последний раз ты узнал, что служит к миру твоему, но Он говорит, и это сокрыто от глаз твоих. Еще одна из причин, то, что Христос видел наперед, это бедствие этого беспечного народа. Бедствие, которое постигнет город, постигнет эту святыню, потому что беззаконие отступающих, оно не могло быть ненаказанным. Беззаконие не могло быть ненаказанным. И Христос наперед видел то, что произойдет. Христос видит великие бедствия, которые постигнут Его народ, который Он любит. Он видел эти бесчисленные разрушения этого прекрасного города, ужасную смерть и полное разгорение. Все то, что Он видел, о чем восхищались ученики, показывая на город, на храм, на Иерусалим. 43-й и 44-й стихи говорят об этом этой же главы Луки 19-й. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Удивительная история. Очень мало сказано, но мы видим совершенно два разных мнения и отношения ко всему. Вот эта простая толпа, которая следует за Христом, подстилают свои одежды, подстилают пальмовые ветви, радуются, восклицают осанно грядущему. Они видят в нем будущего царя, который освободит их от рабства Рима, освободит их от всего угнетения, у них будет прекрасное время. А Христос смотрит со стороны и видит совершенно другую картину. И Он плачет. Мы видим два разных людей, радующиеся и плачущие. Братья и сестры, знаете, из каждой истории мы хотим взять для себя, для своей жизни что-то, для того, чтобы как урок посмотреть на себя. Что можно из этой истории взять в своей жизни? Как сегодня Господь смотрит на свое поколение, на свое потомство, на нас, детей Его? Может быть, и мы похожи на них, похожи на народ израильский, похожи и подобные им, может быть, беспечны в чем-то. И что удивительно, оставлено слово и для нас. Господь Иоанну на острове Пасмосе сказал о состоянии народа, который будет, который будет следовать за Господом. «Ибо ты говоришь» – это Он говорит нам, это мы – «я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды». Не похоже ли это сегодня на нас? Сколько сегодня возможностей для того, чтобы быть богатым духовно? Нажал на кнопку и любая проповедь, вышел на любой сад церковный, слушаешь прекрасные проповеди, есть возможность, и очень много, и Христос говорит, «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». Оно сегодня это как-то проявляется. Может быть, не во многих, но среди нас есть такие. Может быть, не половина, а может быть, меньше. И как хорошо, если бы мы сказали, слава Богу, что среди нас нет таких, которые могут себе сказать, я богат, я разбогател, и ни в чем не имею нужды. А оно действительно так, мы сегодня смотримся абсолютно так, потому что «А что идти во вторник на служение? А что слушать?» Мы это все уже слышали. Мы уже богаты, мы уже знаем это все. И знаете, у нас проявляется вот эта беспечность ко многим вещам в жизни нашей христианской, потому что мы разбогатели. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Дай Бог, чтобы оно было действительно так. Но Христос почему-то говорит совершенно другие слова, «А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». И это его слова. Пусть это будет не о всех, о нас. Пусть будет это не о половине, может быть, не о многих совсем. Но это к нам. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы бодрствовали. И понимали то слово, которое Он говорит к нам всегда, чтобы оно растворялось у нас верою. Почему? Потому что Христос грядет скоро. Пусть благословит Он нас сегодня, воздать Ему славу и прославить Его в молитвах наших. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.